В интернете началась, но вышла в реальную жизнь, история одной группы из соцсети. Несколько тысяч молодых и не очень людей мужского пола из Тюмени объединились под эгидой несчастной любви. Всем участникам группы предложено выкладывать на всеобщее обозрение фотографии своих бывших девушек с кратким описанием их прегрешений. Далее к беседе подключаются все желающие. Так бы оно, может быть, и продолжалось, пока одна из девушек не обратилась в прокуратуру. Как события развивались далее, расскажет Айгуль Рахматулина. У меня к странице нет, к сожалению, доступа, но есть шпионы, которые мне в этом помогают и присылают скриншоты. Так называемые шпионы – это те, кто, как и Венера Камалова, хотят поставить точку в нашумевшем деле. Группа «Курица Тюмени» в одной из социальных сетей размещала фотографии девушек и оскорбительные комментарии к ним. По одной из версий, за денежное вознаграждение создатель группы удалял порочащую информацию. Он деньги получит, да, через неделю, через две он помещает снова. У нас есть девушка, не буду называть ее имя, но ее пост был размещен четыре раза. Четыре раза подряд ее фото выставлялось на стене данного сообщества. Собранные факты Венера передала в полицию. За активное участие в борьбе с интернет-оскорблениями она тут же попала в список обсуждаемых и поливаемых грязью девушек. Проблема в том, что, ну да, может быть, кому-то там покажется, у кого-то плевать, как говорится, с высокой колокольни, а у кого-то рушится семья. Девочка у нас лежит в реанимации, ее молодой человек избил, как только он увидел ее в данном паблике. Причем не разбираясь в ситуации никак. Разбираться в ситуации теперь будет Следственный комитет. Именно туда областная прокуратура отправила материалы проверки. Она подтвердила, нашумевшая группа действительно распространяла негативную информацию о тюменках. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия является уголовно наказуемым деянием. Девушки, у которых вымогают деньги за удаление из социальной сети информации о их частной жизни, могут обращаться в правоохранительные органы. Пока идет разбирательство и ищут создателя группы, противников в Куриц Тюмени становится больше. Среди них даже бывшие участники. Алексей Геймур покинул это сообщество, как только прочитал о ком и о чем там пишут. Посмотрел, что там происходит. Девушек там не то чтобы обсуждают, там в принципе идет уже конкретное оскорбление личности. Я считаю, что это не по-мужски вообще сидеть и обсуждать, тем более оскорблять в соцсетях человека. Дело тронулось, злополучную группу закрыли, но взамен появились ее аналоги. Венера Камалова считает, это дело рук одного и того же человека. Он должен понести за это ответственность. Он очень уверен в том, что его не поймают. Айгуль Рахматулина, Николай Комаров, Сибинформбюро.